Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Андрей Хорьев и это канал Футбол, это жизнь. Сегодня мы с вами пройдем группу F, где у нас Фейнорд, Манчестер Сити, Наполи и Шахтер. Ну что же, опять прогнозики Манчестер Сити и Наполи, я думаю, пройдут, но здесь вот уже будет интересно. Но я все-таки поставлю нам Донецк и Шахтер, что они попадут в Лигу Европы. Ну что же, Шахтер против Наполи, давайте посмотрим. Первая игра на Донбасс-арене. Отличная команда у Наполи. Инсини забивает на 30-й минуте, тут Идрис Мертенце, Хосе Калихон, Гамшик, Маро, сравнивая счет на 48-й. Кулебали, Хисай, много хороших игроков. Ракицкий получает удаление. Это шанс для Наполи вырвать эту победу. Нет, друзья, ничья. У нас 1-1. Первая игра, которая прошла в Украине. Манчестер Сити, Фей Норд. Кабалеро. Стерлинг забивает, Йоргенсен там получает травму до этого. Стерлинг желтая. Йоргенсен все-таки меняют. Выходит Джезус вместо Сане. Заболето забивает. Заболето вышел вместо Агуэро. С чего бы это? Элья уменьшает небольшое преимущество. На 76-й забивает. Но что-то Заболето вышел вместо Агуэро. Вот это странно. Манчестер Сити, Наполи, Шахтер и Фей Норд. Вот так вот, как я и говорил. Так и закончился первый тур. Но я говорил, кто уже абсолютно выйдет из группы в плей-офф. Смотрим вторую игру. Манчестер Сити, Шахтер. Агуэро забивает. Стерлинг на 56-й. 2-0. Компания делает что-то уже 3-0. Отлично. Домашняя победа 3-0 над Донецким Шахтером. Теперь у нас игра в Голландии. Точнее, в Роттердаме. Там она находится. Все думают, что... Алан забивает. Все путают Роттердам и Ноттердам. Ноттердам находится в Париже. Ну, или где-то во Франции. Ну, скорее всего, в Париже. А Роттердам в Голландии. Потому что все путают Ноттердам и Пари. Ну, все. Уверена победа Наполи. Точнее, так, да. Итак, лучшим бомбардиром пока что являются все игроки Манчестер Сити. Рахим Стерлинг. Два мяча. Лучший пока что бомбардир. И вот здесь вот. Все как раз давайте мы посмотрим. Небольшое преимущество. У Шахтера есть. Они сыграли в ничью с Наполи. Ну, а вот Фейнор все матчи проиграл. Нужно посмотреть. Между ними эту игру. Кто все-таки выйдет в Лигу Европы. Здесь бы я, естественно, подсажал бы на Шахтер. Целый тайм был скучен. Только желтые были. Но мяча тоже будет результатом для Шахтера. Все-таки у них будет больше очков. Все равно 2-1 по очкам. Вот. Ну и давайте вот это посмотрим в дерби. Такое у этой группы. Наполи Ман Сити. Скучный тоже первый тайм был. Ну и также ничья. Вот на третий тур ничего особенно не принес. Только ничейные результаты. Но Манчези Сити все равно выше. Лучшим бомбардиром после первой половины является Рахим Стерлинг. Все равно держится еще двумя мячами. Ну что же. Вторая половина этой группы идет. Наполи Шахтер. Сыграли они в ничью последний раз. 1-1. Это было в Донецке. Гамшик забивает. Значит, в той минуте показывает, что в Италии такое не прокатит. Хисай желтая. Мертон сделает уже счет 2-0. Так что Шахтер теряет очки в матче, в котором он мог и выиграть. Потому что ничейный результат в предыдущем матче ничего особенного не показывал. Фейнорд Манчестер Сити. Проиграл он в последний раз. Фейнорд 2-1. Но тут Крамер уже у себя дома показывает, что в Голландии Манчестер Сити не отвертится. И, скорее всего, это будет потерять очков. Для Манчестер Сити они не соберутся прямо сейчас. Первый тайм проигрывает Манчестер Сити. И, походу, Фейнорд выиграет этот матч и будет выше, чем Шахтер. Да, победа Фейнорда над Манчестер Сити, потеря очков. Итак, Наполи, Манчестер Сити, Фейнорд и Шахтер. Все так же. Рахим Стерлинг. И грозный Фейнорд теперь будет бить, скорее всего, Шахтер за выход в Лигу Европы, потому что за Лигу Чемпионов уже нет смысла цепляться. Посмотрим, получится ли Шахтеру забить. Торнстра забивает за Фейнорд. Посмотрим. Шахтер может забить, а вот Манчестер Сити не забил. Посмотрим. Очень интересно на это. Элья, все. Шахтер вылетает уже, скорее всего, из турнира. И ничего уже не спасет. А вот Фейнорд будет в Лиге Европы. Это я вам уже сразу так говорю. Манчестер Сити, Наполи. Снова это дерби. Последний раз 0-0. Они сыграли. Был очень скучный матч. Посмотрим, как в Англии они сыграют. Хосе Калихон забивает первый гостевой гол. Делает дубль. Что-то Манчестер Сити в последних матчах расклеился. Проиграл их Фейнорду и Наполи. Все, друзья. Давид Сильва еще добивает их 1-2. Но уже все. Победа Наполи. И Наполи с первой строчки выходит. Вот это уж точно я не ожидал. Уже точно выигрывает Наполи. И лучше бомбардиры здесь Элия и Хосе Калихон. Стерлинга аж подвинули на третье место. Итак, Шахтер должен, наверное, сейчас под эту форму подбить Манчестер Сити. Но вряд ли, мне кажется. Отлично. Марлос забил на 25-е на 44-е. Гуэра сравнивает счет. Ну что же, 1-1 тоже результат для Шахтера. Одно очко они все-таки добавили в свою копилку. И теперь уже ничего не исправит для Шахтера. Он точно уже вылетает. Но вот здесь еще, между прочим, друзья, борьба. Может быть, если сегодня Фейнорд обыграет Наполи, то Манчестер Сити выйдет. Хидея не Фейни. Не надо было проигрывать тогда, наверное, Фейнорду. Но Хосе Калихон еще оставляет шансы для Манчестера Сити. Мертенс. Все. Скорее всего, Манчестер Сити уже точно проходит. Потому что Фейнорд проигрывает уже 2-0. После первого тайма. Мертенс делает что-то уже 3-0. Все. Манчестер Сити в плей-оффе. Поздравляет Наполи. Наполи такие прям вот помогли Манчестеру Сити подняться. Дрис Мертенс. Хосе Калихон. Серхио Агуэра. Лучший галкипер это Джозе Рейнон. И Хосе Калихон. Бомбардир лучший. А вот кто там. Лучший галкипер турнира тоже. Этой группы Хосе Калихон. Ну что же. Наполи 14 очков. Манчестер Сити 8. Фейнорд 7. И Шахтер 3. С вами был Андрей Хуриев. Увидимся с вами завтра. Уже выйдет завершающие 2 серии. По Лиге Чемпионов. До свидания.